Это улица Западная, в станице Гостогаевская. На участке 330 метров дорожники укладывают новый асфальт. За основу взяли старое покрытие, в нем заделали ямы. После этого сделается первый слой, более толстый с крупным щебнем, он промазывается битумом, а сверху укладывают чистовой слой потоньше. За соблюдением нормативов строго следят представители заказчика городской администрации. В соответствии с технологией работа выполняется правильно, качество хорошее. Качество дороги складывается на чего? Первое и самое главное, это должно быть основание, которое сделано. Мы здесь сделали дорогу по уже существующему основанию. И исходя из визуального осмотра перед этим, были выполнены соответствующие работы. Здесь еще предстоит выполнить отсыпку щебнем обочин, чтобы 10-сантиметровый асфальтовый пирог не деформировался. По словам Дмитрия Сучкова, этот подрядчик хорошо себя зарекомендовал. Здесь же в Гостогаевской предприятии отремонтировало участок улицы Восточная, часть улицы Пирогова. В активе также работы в станице Благовещенская. В администрации города-курорта говорят, что в текущем году особое внимание уделяется ремонту дорог именно в сельских населенных пунктах. Ожидаемая протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети составит более 10 километров. В перечень объектов улично-дорожной сети включены улицы и дороги только сельских населенных пунктов муниципального образования. 10 сельских округов и хутора Чембурга, среди которых такие социально значимые, как подъезд к хутору Усатого Балка, организация дублирующего объезда улицы Мира в станице Анапской, устройство тротуаров в виноградном сельском округе, ремонт асфальтобетонного подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту хутора Рассвет, укладка асфальтобетонного покрытия на части главной улицы поселка Пятихарки. По словам специалистов, такое дорожное покрытие прослужит более 10 лет, а может быть и больше. Для полного застывания битума необходимо около суток. Легковому автомобилю можно ехать даже по свежеуложенному покрытию, правда без резких маневров. Хотя дорожники рекомендуют так делать только если есть острая необходимость. В остальных случаях с большим пониманием относиться к знаком, предупреждающим о дорожных работах.